В главе банковской системы стоит Центральный банк, который и определяет денежно-кредитную политику страны. Центральный банк называют еще и Государственным банком страны, например, в России он называется Банком России. Центральный банк является автономным государственным институтом. Центральный банк подчинен верховной законодательной власти страны и находится вне текущего контроля со стороны правительства. Главное, что Центральный банк имеет неприбыльную мотивацию, ибо главная задача Центрального банка — стабильность денежного обращения в стране и стабильность ее банковской системы. Функциями Центрального банка являются следующие. Во-первых, это банк банков. Это означает, что он выполняет по отношению ко всем прочим видам банков многие из тех функций, которые банки выполняют по отношению к другим клиентам. С одной стороны, он кредитует их, служит как бы кредитором на крайний случай. С другой стороны, Центральный банк обязан хранить у себя на счетах часть вкладов каждого банка или их резервы, так называемая система обязательных резервов. Центральный банк, в-третьих, это эмиссионный центр государства, обеспечивает как наличную денежную, так и кредитную эмиссию. В-четвертых, он выступает официальным хранилищем золота валютных резервов страны. Именно Центральный банк везет переговоры с валютно-финансовыми организациями, на его спецсчетах находится СДР. В-пятых, Центральный банк выполняет обязанности банкоправительства. В-шестых, Центральный банк является организатором национальной системы расчетов. В-шестых, Центральный банк представляет собой центр регулирования в денежно-кредитной сфере, проводит денежно-кредитную политику. Основополагающей целью кредитно-денежной политики является помощь экономике в достижении общего уровня производства, который характеризуется полной занятостью, отсутствием инфляции и стабильными ценами. Инструменты денежно-кредитной политики можно разбить на классические. Классическими инструментами денежно-кредитной политики является дисконтная или учетная политика. В узком значении под дисконтной политикой понимается манипулирование уровнем процентной ставки при переучете коммерческих или торговых векселей, поставляемых в Центральный банк банковской системой. В широком же смысле сегодня учетная политика означает регулирование процентной ставки, взимаемой Центральным банком при предоставлении суд коммерческим банком, так называемой ставки рефинансирования. Центральный банк выступает в роли взаимодателя на крайний случай или кредитора последней инстанции. Второй инструмент денежно-кредитной политики — это политика открытого рынка. Политика открытого рынка — это операции покупли-продажи и перекупки, то есть покупки с обязательством обратной продажи, или продажи с обязательством обратной покупки государственных ценных бумаг с целью влияния на конъюнктуру денежного рынка. Третий инструмент — это политика минимальных или обязательных резервов. Каждый банк национальной кредитной системы обязан в законодательном порядке хранить часть своих ликвидных ресурсов на спецсчетах ЦЭП, которые, в свою очередь, могут использовать их для того, чтобы сделать банковскую систему лучше. Необходимо отметить, что с помощью политики минимальных или обязательных резервов Центральный банк влияет на стоимость денег. Четвертый инструмент денежно-кредитной политики — это управление валютным курсом. Данный инструмент является самым свежим в обоими инструментах денежно-кредитной политики и позволяет объективно решать многие макроэкономические задачи. Исходя из задач, которые в данный момент решает Центральный банк, его операции можно разделить на две группы — защитные и динамические. Защитные операции — это финансовые операции, направленные не на изменение структуры денежно-кредитных отношений, а для компенсации нежелательных изменений в структуре банковских резервов. Динамические операции есть финансовые операции, имеющие целью перестроить денежно-кредитные отношения, воздействовать на экономическую стабильность или экономический рост. Кроме классических, существуют еще и селективные инструменты денежно-кредитной политики, наиболее известными из которых является таргетирование, то есть установление целевых ориентиров агрегатов денежной массы. Таргетирование бывает также валютным, когда устанавливается валютный коридор, и инфляционным устанавливаются показатели инфляции. Сейчас в России инфляционное таргетирование. Кредитные потолки. Каждому субъекту финансовой системы может быть назначен некий потолок по выдаче кредитов, больше кредитов он выдать не может. Кредитные аукционы. Сюда относится установление предписываемой маржи по фондовым фьючерсным операциям, то есть процента от рыночной стоимости акции или облигации, который должен уплачивать банку-инвестор при получении ссуды на приобретение этих ценных бумаг. Сюда относится допуск к рынкам и т.д. Продолжение следует... Продолжение следует...